В ближайшие пять лет на Ставрополье отремонтируют 55 школ. Край будет участвовать в федеральной программе по капитальному ремонту общеобразовательных организаций. Она стартует с 1 января следующего года. Сейчас готовится вся необходимая документация. А уже к концу 2023 года планируется отремонтировать 24 учреждения. В первую очередь включаются те школы, которые включены в статистическую форму ООО-2. ООО-2 – это форма, которая проводится и ведется Министерством просвещения Российской Федерации. Эти формы заполняются непосредственно муниципальными и государственными общеобразовательными организациями. Эти формы заполняются в начале каждого календарного года за предыдущий год. На 1 января 2021 года в такую форму ООО-2 включено 55 школ. Из этих 55 школ мы планируем, что в 2022-2023 годах будут участвовать 24 школы. В капитальный ремонт входят 14 видов работ. Среди них замена кровли, коммуникаций, отделочные работы, а также другие масштабные изменения. По каждому виду работ Министерство просвещения разработало методические рекомендации. Такие методические рекомендации на 18 страницах. Если это кровля, то детально расписано абсолютно все. Если это цоколь, общеобразовательная организация, детально расписано все. Это замена инженерных всех коммуникаций. Это, соответственно, внутренние отделочные работы. Это замена оконных блоков, хотя они у нас все в этом году мы завершаем за счет средств, краевого бюджета, замена дверных блоков. Все те работы, которые относятся именно к капитальному ремонту. Таких 14, как я сказала, видов работы. Крупных блоков. Программа будет финансироваться из бюджетов трех уровней – федерального, краевого и муниципального. На федеральном уровне на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений страны выделяется более 66 миллиардов рублей. 15% этих средств планируется потратить на техническое переоснащение школ. Это не просто проведение капитального ремонта. Здесь подход многоаспектный. Будет как капитальный ремонт зданий, так и оборудование. 15%, как я сказала, средств федерального бюджета, соответственно, краевые средства в пропорциональном отношении будут направляться и софинансирование муниципальных бюджетов, оборудование. Для этого есть специальный приказ Министерства просвещения, который дает разъяснение, что должно быть, какое оборудование, учебное оборудование должно быть в школах, для того, чтобы они давали качественное и современное знание. В программе также предусмотрены средства на антитеррористические меры. Это ограждение, освещение дворовых территорий, видеонаблюдение и контроль доступа в образовательные организации. Кроме того, в рамках программы капремонта планируется обновление учебных пособий, которые находятся в ветхом состоянии, и повышение квалификации, педагогического состава и администрации школ. Особое внимание будет направлено на сельские школы и образовательные учреждения малых городов. Они попадут в программу в первую очередь.